У Павла Постоловского трое несовершеннолетних детей. Младшей дочери всего два года. Возможно, расти им придется без отца. Страна обвинений считает, о таком исходе бывший директор фирмы Горос не задумывался. В течение трех лет он получал, а по сути крал, деньги удольщиков на строительство объекта, обреченного на бессрочную заморозку. Решил быть предполаганным осуществлением строительства жилого комплекса. Незаконно, безвозмездно, завладеть денежными средствами, неопределенно, в годом месте. Она еще участвует в таком строительстве. Всего Постоловский, по данным следствия, присвоил 240 миллионов рублей, 163 из которых деньги физлиц. Горос, по словам дольщиков, создавал иллюзию строительства. Был даже онлайн режим, в интернете я смотрел, как по району ведется стройка. Я живу у родственников жены, как бы вот так вот нашли выход с положения. Сейчас трое детей тоже. В общем, перенаселенность у нас в квартире сейчас происходит. Ну а куда деваться? Это тот самый дом на улице Черемшанской, в строительство которого вложились более 400 самарских семей. В надежде получить заветные квартиры. Люди отдавали многолетние накопления, брали деньги в кредит, занимали у родственников. Чем же застройщик, в портфолио которого нет ни одного сданного объекта, смог завлечь так много человек? Ответ банален ценами. Один квадратный метр жилья фирма Горос предлагала за 29 тысяч рублей. То есть однушка площадью почти в 50 квадратных метров стоила здесь 1 миллион 450 тысяч. Какой приговор Постоловскому вынесет суд, большинству дольщиков уже безразлично. Чего не скажешь о самом мошеннике, который может отправиться за решетку на 10 лет.